Первый канал представляет 9000 километров от Москвы Индийский океан Остров Риме Такого вы еще не видели Затруй и повторим незабываемый вкус победы Когда ты веришь в свои силы и от тебя зависит престиж и уважение всей страны Когда победа это не иллюзия, а реальность Значит ты участвуешь в больших гонках Дамы и господа, первый канал представляет самый яркий поединок года Большие гонки, второй сезон Меня зовут Дмитрий Нагиев, поехали А вот по главному шоссе едут те, за кем вы будете наблюдать в ближайшие три месяца Вы не поверите, но в этих автобусах находятся самые известные Российские спортсмены, звезды кино, политики, музыканты Вновь разъяренные быки Ледяная вода Конкурсы на грани человеческих возможностей Но, несмотря на это, лучшие люди России прилетели на Реунион Чтобы доказать всему миру Мы первые С этого момента нас не устраивают просто призовые места Мы должны стать только первыми Смотрите первыми и узнаете первыми Дамы и господа, первый отборочный тур Встречайте, Дмитрий Нагиев и команда олимпийских чемпионов Знай наших Гладиаторы, выходя на середину Колизея Глядя на Цезаря, кричали Мы, идущие на смерть, приветствуем тебя Российская команда Знай наших Приветствует всех тех, кто знает тяжелую цену победы Капитан команды Алексей Немов Приходи Всех Наши сонки До всегда Во втором сезоне игры «Большие гонки», как и в прошлом году, принимают участие четыре страны Франция, Украина, Китай и Россия Все страны основательно укрепили состав команд и рассчитывают только на победу Китайский оргкомитет пригласил своих лучших гимнастов Французы надеются победить с помощью артистов цирка, прошедших специальные тренировки Сборную наших братьев-славян также представляют серьезные украинские спортсмены Второй сезон обещает стать настоящим спортивным зрелищем Итак, дамы и господа, я вам представляю Алексея Немова, капитана нашей команды Леша, мне хотелось бы, чтобы многих из тех, кто сегодня играет в этой команде, зрители узнали в лицо и услышали их фамилии Потому что много просто великих людей А вы знаете, во-первых, это Светлана Мастеркова, это Эльгар Мамедов, это Мария Бутырская Я сейчас не буду всех называть, потому что тороплюсь выступать Потому что я выступаю в первом конкурсе, я прошу просто поболеть за нас И мы постараемся сделать все возможное для вас А на ваших экранах состав команды «Знай наши» Шестикратный чемпион России по футболу Николай Писарев Чемпионка мира в толкании ядра Ирина Коржаненко Олимпийская чемпионка в беге Светлана Мастеркова Олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Егор Гребеньков Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Ильгар Мамедов Мастер спорта по боксу Максим Яценко Мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Жинкин Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастики Борис Станогин Капитан команды четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов Команда безумно сильная, восхищающаяся этими спортсменами Я наблюдала за ними на всех Олимпийских играх И просто горжусь, что я участвую в этой игре вместе с ними Спасибо им огромное за то, что они уже сделали для нашей страны Ну а здесь мы ждем, конечно, победы Официальный спонсор сегодняшнего выступления нашей команды 100% соки и нектары Тонус, если ты решил заниматься спортом, не ходи по аптекам, не покупай всякую химию Соки и нектары Тонус Дамы и господа, позвольте представить вам рефери больших гонок Независимый рефери из Швейцарии Оливия Ганьян Добро пожаловать на Реюньон Здравствуй, Украина Здравствуй, Китай Добро пожаловать, Россия Как дела, Франция? Надеюсь, в сегодняшней игре победит сильнейший И вот Оливия Ганьян готов дать старт к началу первого Находясь на движущейся платформе Участник должен собрать максимальное количество продуктов, которые ему протягивает на удочке партнер Выигрывает команда, собравшая больше всех продуктов А сложность в том, что платформа двигается с разной скоростью А у каждого участника есть всего 30 секунд Тренер команды Оли Слуцкер Кто заявлен в первый же конкурс от этой мощной олимпийской команды? В этой первой игре у нас заявлено въездок олимпийских чемпионов Карина Знавурян, фехтование Алексей Немов, спортивная гимнастика Ира Коржаненко, легкая атлетика Света Мастеркова, легкая атлетика Спасибо, Оля, пожелаю, пожалуйста, от всех телезрителей от меня лично успехов в первом конкурсе команде Хорошо Спасибо, спасибо Итак, Россия, Франция, Украина и Китай идут на базар за фруктами Удачных покупок! Начали! Итак, дорогие друзья, начинается первый конкурс И первыми работают китайцы Хочу вам сказать, что выигрывает не та команда, которая больше принесет фруктов А кто больше принесет килограммов То есть ты можешь... А, нет, 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 ничего не получается у китайского спортсмена И Алексей Немов выходит на свою дистанцию Хорошо бежит Немов, но бежать это еще полбеды Надо еще что-то схватить Схватил кабачок Схватил капустку Набирает, набирает скорость Нет, не получается схватить капустку, но хотя бы кабачок Молодец, Алексей О, там, кто там карабкается? Украинцы, украинцы карабкаются Уж больно паренек Мафос как забрался на этот подиум А подиум двигается с постоянно меняющейся скоростью То быстрее, то притормаживать Спортсмен на подиуме может находиться лишь 30 секунд, не больше Кто? Французы, французы, чувствуете, да? Но французам и стены помогают А в данном случае здесь никаких стен Это открытый стадион Мы находимся просто на центральной площади города Сантьер И выходит Мария Бутырская Без коньков она себя несколько неловко чувствует Но бежит хорошо Бежит хорошо Коржаненко ей тянет Давай, Маша, да умница Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вы видите, да, все летит на меня Эх ты, Маша, Маша, а Все быстрее, быстрее Начинает двигать Двигаться этот ужасный подиум Не хотел бы я по нему бежать Отлично Бежит российский спортсмен Боксер Максим Яценко Кладет спокойно Ананасик прыгает и сходит Хорошо, молодец Спокойно Не напрягает Взял Ананасик Сколько вешать в граммах Он берет столько, сколько ему нужно Он не берет целую корзину Молодец И больше пока ни у кого ничего не получает Кто это? Света Мастеркова Я ее обожаю Света Мастеркова Это одна из немногих наших Красивых спортсменок Которая делала просто на раз Темнокожих бегунов И все у нее получается Опять с Ананасиком Умничка Умничка Мастеркова Теперь главное не пробежать В свою плошку Плошку, куда надо положить Эти несчастные тыквы и ананасы Пока что-то удалось у украинцев Что-то удалось у украинцев И ничего не удается у французов Ба-бах Молодец Вот так вот, да Я также гоняю по дороге На своем москвиче У меня прекрасный москвич 96-го года Ничего не удается у китайцев Сейчас китаец носом прямо в пол Прекрасно Что и требовалось доказать Ага, Карина Азнабурян бежит Красиво бежит У нее вообще очень длинные ноги Нет Ой-ой-ой-ой-ой Как она падает Как она падает Вы знаете, это очень травмоопасный конкурс Если у тебя шлем на голове То на лице у тебя ничего нет Даже капы Ничего не получилось у Азнабурян Опа Ну а что ты думала, дедочка Я разговариваю с украинкой А что ты думала? Думала Опа Та-ба-ба И чуть было на шею не приземляется Французский спортсмен Украинский спортсмен Игра окончена Россия! Россия! Ой-ой-ой-ой-ой-ой Быстро к врачу Доктора быстрее Первый же конкурс принес нашей команде Первую травму Вы это сами видели Олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнабурян Рассекла подбородок Врач нашей команды Сейчас делает все возможное Чтобы Карина смогла Дальше принимать участие в игре И мы будем надеяться, что Карина Азнабурян Скоро выйдет на стадион И продолжит участие в турнире Громадное рассечение у Карины Азнабурян Карина говорит, что она уже Буквально готовилась сойти с эскалатора Они ускорили эскалатор Стал двигаться быстрее И она прямо упала подбородком На железную структуру этого эскалатора Все нормально Ну ничего, потом еще ударилась Все страшно Все бывает Так же, как и спорт Французские медики уверены Что рассечение подбородка У олимпийской чемпионки Карины Азнабурян Это только видимое поражение Скорее всего Карина находится в шоке И после такого удара У нее возможно сотрясение мозга Продолжать игру в составе команды Знай наших, ей, видимо, уже не придется Итак, я вижу, что Оливье Ганьян готов начать подсчет Напомню вам, что в этом конкурсе Считается не количество фруктов А их вес Побеждает команда, которой удалось собрать Больше всего килограмма фруктов Итоги таковы Китай Ни одного фрукта Россия Три килограмма Украина Два килограмма И Франция Пустой ящик Вот он, вот он Синяя борода Оливье Ганьян Он только что подвел Итоги первого конкурса Очки распределяются следующим образом Украина Три балла Россия Четыре балла Китай Два балла И Франция Два балла Таким образом Это хорошая заявка на победу После первого конкурса Россия на первом месте Мы выиграли Мы выиграли Я, конечно, желаю нашей команде только победы. Это очень сильная наша команда. И сейчас мы на первом месте. Я думаю, что мы будем первыми в этой игре стопудово. Пока команда готовится к конкурсу, я расскажу вам о правилах больших гонок. Десять отборочных игр, два полуфинала, в которые выходят две лучшие команды и, естественно, один большой финал. Это соревнования между странами. Мы здесь на трибунах чувствуем необыкновенное единство, гордость за свою страну, потому что мы первые, мы реально первые. Начинается подготовка ко второму поединку. Это конкурс арки с большим разъярённым быком. В этом конкурсе принимают участие по три игрока от двух команд. Построив арку из пяти предметов, нужно попытаться заманить быка пройти через неё. Выигрывает команда, через арку которой бык пройдёт большее количество раз. Сложность в том, что строения арки абсолютно неустойчивые. Начинается сложнейший конкурс Китай и Россия. Китай и Россия. Это будет сложный поединок, поскольку китайцы готовы на все сто. Они потратили целый год после больших гонок первого сезона на подготовку. Они закупали специальных французских быков. Они выстраивали горки. Они рыли окопы и бассейны. Они туда погружались с аквалангами и без. Поэтому китайцы готовы просто прекрасно. Я хочу верить, что нашей команде удача в этом конкурсе улыбнётся на все сто. Почему на все сто? Ну они на 50 же. Здесь же написано. Сто процентов. И удача должна улыбаться настолько же. Ваше здоровье. Самое страшное, это, конечно, беки. Надеюсь, что наши спортсменов они не тронут. А не то я вступлю ждать. Сейчас начинается сложнейший, сложнейший конкурс. Коля, скажи, пожалуйста, кто играет с тобой сейчас в этом конкурсе? Какая тактика выбрана? Значит, играет со мной Лёша Немб и Элькера Мамедов. Тактика выбрана. Лёха загоняет бека. Но мы пытаемся эту арку поставить как-то. Ну и залезать вовремя на вот эту штуку. Самая главная проблема. Это Китай. Китай. А настрой у нас отличный. Мы сделаем их. Надо щаскиваться в язву с четвертой. Сейчас на арене будет сражаться Россия и Китай. Выпускайте бычка. Итак, дамы и господа, дана команда к началу. Это старый наш знакомый по кличке Чёрт. Он выскакивает. У него не рога, у него просто рожища. И сразу начинает атаковать арки. Я напоминаю, считается, что бык пробежал через арку. И столько арков не строены полностью. У наших ребят пока арка не выстроена. Сказал я. Пах, арка выстроена. Итак, теперь осталось быка заманить в эту арку. Немб вытаскивает быка на себя. И бык прекрасно проходит через нашу арку. А Немб получает... Нет, нет, нет. К счастью, не получает никакой травмы. Просто сползает на коленях. На самом деле здесь травму получить ничего не стоит. Ага, бык опять в атаке на нашу команду. Мы пока лидируем. Но нет, это лидерство недолгое, поскольку бык прошел через китайскую арку. И дальше проходит мимо арки. Ворота кинжи! Но в китайскую он забегает с завидным просто постоянством. Хорошо, хорошо, хорошо. Бык заходит в нашу арку. Может быть, еще раз надо бегать не вокруг арки, а надо бегать через арку. Хотя, может быть, легко советовать просто вот отсюда, издалека. Арка падает, но засчитана. Проход через арку нашей команде будет засчитан. Я надеюсь, что будет засчитан, потому что чего там колдует Оливье Ганьян? Я не знаю, бык находится в атаке, на заборе грязный, чумазый. Вот спрашивайте, для чего спортсменам, чемпионам мира, олимпийским чемпионам эти игры? А потому что была дана команда. Дорогие друзья, кто хочет поиграть и позащищать честь России? И вы знаете, не нашлось спортсмена, который сказал, ой, я не хочу, меня это не интересует. Такой был кастинг, вы даже не представляете. Арка у нас выстроена, немного суетливо работают наши ребята. Но здесь, здесь, это и понятно, это и понятно. Прекрасно работает немов, совершенно спокойно уходит от быка. Гони, вагони! Бык проходит через нашу арку, я не слежу за счетом, это не моя задача. Счет мы с вами подведем чуть позже. Ага, ага, на заборе, на заборе. Мне кажется, что арка сбита, но это будет засчитано нашей команде. Бык просто метелит нашу, нашу арку. Хлам, просто в лохмотье разбита наша арка. Я не знаю, возможно ли ее строить после этого. Ну, ну, уходи, посмотрите, что я с ним делаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, поскольку я комментирую здесь, в режиме онлайн, поэтому я просто замираю, когда экстренная какая-то ситуация. Арка застряла, кусок арки застрял на рогах у быка, и ее просто оттуда не снять, сами как и не снять наших игроков, которые замерли на заборе. Итак, закончился первый поединок. Китай и Россия. Отпустите, друзья! Россия! Россия! Скажи, пожалуйста, нет. Не повезло. Почему? Играли прекрасно. Хорошо просто. Почему-то он китайцев спокойно отпускал, мне кажется. Я думаю, в целом, хорошо прошло. А я тебе объясню, почему. Потому что быку сообщили, что среди китайцев нет олимпийских чемпионов. Готовьте дальше, готовьте. Смотрите, что происходит. Здесь просто всеми силами пытаются снять, пытаются снять с быка кусок нашей несчастной арматуры. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит. Это просто бойня какая-то. А теперь бы убежать, теперь бы убежать. Итак, дамы и господа, впереди нас ждет очень сложный поединок Франции и Украины. На ваших экранах вторая половина конкурса арки между Украиной и Францией. Вы атакуете французскую арку, пока французы ретируют. Но я напоминаю, что наши показали очень неплохой результат, мне так кажется. И этот результат скажется на подведение общих итогов. Все получается у украинцев. Пока, в общем-то, они идут очень и очень плотно. Украинским флагом пытаются выманить на себя быка украинцы. Ну, так они будешь выманивать. Для чего ты это делаешь, да? Правильно, правильно. Бык же тоже не дурак. Бык спокойно идет вокруг арены. Черт, ну-ка давай играй. Опаньки, опаньки. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Нормально, нормально. Продолжается сложный, сложный, травматичный поединок между Украиной и Францией. Напоминаю, что до дури просто надо затащить БК в арку, заставить БК пройти через арку, которую выстроили участники именно твоей команды. Я не слежу за счетом, но я слежу за сиреной, поскольку у меня плохое зрение на хороший слух. Я слежу сирена и конец конкурса. Итак, дамы и господа, через несколько секунд мы с вами узнаем результаты поединка арки. Я не знаю, если там какие-то конкурсы, по-моему, совершенно дурбейские, ужасные. Поэтому я рада, что ребята сейчас, они на самом деле очень хорошо идут, и это здорово, что такая сильная команда, и здорово, что такой капитан. Ребята просто молодцы, очень сложный конкурс, действительно, БК очень наглый, очень такой непредсказуемый. Я считаю, что это одна команда, которая держится, и я думаю, что мы победим. Итак, результаты бойни арки вы видите на своих экранах. Результаты таковы. Украина 1 балл, Россия 4 балла, Китай 4 балла, и Франция 4 балла. На эту минуту общие результаты таковы. Украина 4 балла, Франция и Китай по 6 баллов, и Россия 8 баллов. Итак, дамы и господа, я напоминаю, что вы находитесь около своих телевизионных приемников. А мы находимся в местечке Сен-Пьер, небольшой городок, который находится прямо посередине острова Реони. Здесь проходят игры большого форума «Большие гонки. Второй сезон». Мы напоминаем, что второй сезон «Больших гонок» проходит как матч-реванш. В прошлом году российская команда заняла второе место. И теперь наши участники рассчитывают только на победу. Итак, это «Большие гонки». Это «Игры сильнейших». «Большие гонки» — это суперигра, игра, которая объединяет. Это типа... Помните, в старые времена было ГТО, готовство к обороне. Вот это в новом времени то же самое. Итак, дамы и господа, третий конкурс «Летающие блины». В конкурсе «Летающие блины» принимают участие по два человека от четырёх команд. Организаторы с помощью катапульты перекидывают блины через стену, а игроки, благодаря огромной сковороде, должны их ловить. Сложность в том, что участники не знают, куда приземляться блины, а на арене им мешает бык. Капитан команды Алексей Немов. Судя по тому реквизиту, который сюда притащили организаторы, мне кажется, этот конкурс новый, я его раньше не видел. Совершенно верно, это новый конкурс. Будет участвовать наш знаменитый Мастеркова Света и Егор Габеньков. Так что, я думаю, что нормально всё. Эти четыре красавицы проголодались и уже готовы отведать блины. Три, два, один, начали! Опять, опять на арене бык, и спортсмены начинают ловить свои лепёшки. Лепёшки полетели, пока нам не удалось поймать ни одной лепёшечки. Ах, китайцы работают, китайцы работают. Лепёшки запускают французы. Задача каждого участника просто ловить на поднос эту лепёшку. Вот какая простота. Казалось бы, лепёшка, ты её хватаешь. Если не поймал, ты не имеешь права... Вот, догадался я. Говорят, что глупый. Нет, если ты не поймал лепёшку на поднос, ты не имеешь права её поднять. Лепёшки летят, а китайцы их ловят. Красавчик! Наконец, наконец поймал лепёшку и наш спортсмен. Теперь эту лепёшку осталось доставить Свете Мастеркову. И Света сама готова за хвост схватить ПК, лишь бы он не атаковал нашего бойца в ринге. Егору надо возвращаться назад, надо возвращаться назад. Бах! И прямо рогом подцепляет украинца. Одна за одной летят лепёшки. Лови, лови, Егор, лови. Ай, нет, не поймал. Здесь надо не бояться. Не так страшен быть, как его малюет. Бах! Получает украинский спортсмен. Падает, падает наш спортсмен. Немножко растеряно, немножко растеряно работают все спортсмены. А у нашего я не вижу в руках даже подноса. И очень, очень хорошо работают китайцы. Важно поймать лепёшку. Нет, нет, ничего не получается. Опасный конкурс, ничего не скажешь. Опасный конкурс, потому что голова задана вверх. Ты ждёшь, какая-то проклятая лепёшка спустится с неба. И в этот момент ты совершенно не контролируешь то, что происходит на арене. Пошёл отсюда! Значит так, иди играй, иди играй. Ну, он слушается только меня, поэтому я здесь всегда должен находиться. Меня просят наши французские коллеги, чтобы руководить быками. Лепёшки летят. Никто из спортсменов не может их поймать. Всё, всё. Финальная сирена сейчас прозвучит. Не всё получилось у нашей команды, не всё получилось. Игра окончена. Не то ловить блин, не то быка на рога оказаться. В общем, ну, интересно, пока мы слабо здесь, конечно, выступили. Обидно. Ну, красиво, эффектно, скажем. Показалось мне, показалось нашим телезрителям, я уже успел получить факсы, некая робость сквозила в движениях. Ну да, я, сказать, больше сидел за быком, чем за блинами. Отдыхай, отдыхай, сделал всё, что мог. Как сработали, так сработали. Впереди ещё масса конкурсов. Результаты этого конкурса мы с вами через несколько секунд увидим, надеюсь, на своих экранах. Я напоминаю, дамы и господа, это большие гонки. Второй сезон, это первый канал. Спасибо, что вы с нами. Итак, результаты прошлого конкурса. Украина 3 балла, Россия 2 балла, Китай 4 балла и Франция 1 балл. Общие результаты на эту минуту таковы. Украина 7 баллов, Россия и Китай по 10 баллов, Франция 7 баллов. Такого на больших гонках ещё не было. Третий конкурс с быками в первой же отборочной игре. Называется он «Люди в бочке». В этом конкурсе участвуют по два игрока от каждой команды. Один из них находится в бочке, в то время как второй должен ведром зачерпнуть воды в бассейне и передать товарищу, который перельёт воду в большую ёмкость. Выигрывает команда, набравшая больше всех воды. Сложность в том, что на арене участникам мешает бык. Лёш, скажи, пожалуйста, кто заявлен в этот сложный конкурс? Сложный он уже потому, что на арене появится бык? Да, конечно, сложный, но ребята справились хорошо с первым заданием, где выступал бык тот же. Это Ильгар Мамедов и Николай Писрев. Я думаю, что ребята справятся. Но, опять же таки, бык непредсказуемое животное, поэтому будем смотреть и болеть за наших. Вы знаете, вот эта команда «Знаем наших», у меня к ней самые, так сказать, тёплые восторженные чувства, потому что прославленные спортсмены, люди, до которых мы, так сказать, представителям телевидения и шоу-бизнеса, плыть да плыть и не приплыть. Оля, в какой ты готовности? Боевой. Может быть, что-то передать родственникам? Хорошая шутка такая. Всех люблю, но мы выиграем. Эй, эй, эй! И за репкуля! Диа, а Диа! Лучший на поле! Эй, эй, эй! Ильгар, вылези, пожалуйста, из бочки. Вот что за люди, да? Хлебом не корми, дай в бочке посидеть. Ильгар, скажи, пожалуйста, свои ощущения, чем мы можем тебе помочь? Поддержите посильнее, пожалуйста, погромче. И мы сейчас справимся, сделаем все в лучшем виде. Все готовы? Внимание! Выпускай бычка! Итак, дамы и господа, дана команда к началу конкурса. Напоминаю, что от нашей команды в бочке находится Эльгар Мамедов. Если бык захочет атаковать Мамедова, он такой здоровый, что ему даже будет не спрятаться в бочку. Хорошо, Писарев носит и носит, носит и носит. Бык смотрит и смотрит. Вот бык пошел в нос Мамедова. Мамедов замирает. Мамедов замирает. Ай-яй-яй! Это непростительная ошибка. Эльгар Мамедов упал и упал прямо на ведро с водой. И все нашей команде придется начинать сначала. Наша игра была уже наполовину полная. Но ничего, время еще есть. И вполне возможно, что такую же отложность допустит кто-нибудь из представителей других команд. Хорошо работают поле писали. Замирает Мамедов. Видно, что у наших ребят выбрана абсолютно правильная тактика. Она иногда дает сбой. В отличие, скажем, от французов, наши постоянно ходят в работе. А французы очень много сидят на заборе. И опять, и опять вот так же на нас Бык. И мы ничем, ничем не можем помочь нашему спортсмену. Главное не опрокинуть ведро. Опять замирает Мамедов. Продолжает работать. Слажена наша команда. Атакует, атакует Бык французов. Этим, безусловно, пользуются все спортсмены. Мне кажется, что в этот раз, в этом поединке Бык ни разу не атаковал украинцев. Ай-яй-яй, расплескивается вода. Расплескивается вода у нашей команды. Расплескивается вода. Идет время, идет время, драгоценное время. У нас порвано ведро, порвано ведро. Нам меняют ведро. Это немножечко мешает нашей команде. Продолжается поединок, продолжается поединок. В финале вся вода. Как будет подсчитана вода? Очень просто. Вливается в сосуд со специальными нарядами. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Удержал. Удержал Мамедов. Эльгар Мамедов удержал в падении ведро. Блестящая игра нашего спортсмена. Я напоминаю, дамы и господа, это большие гонки на первом канале. Это второй сезон. Добавил, домой, Бык. Добавил. Молодцы. Молодцы. Телегранная тактика выбрана. Была совершена ошибка. Ты первый раз упал на ведро. Как ты считаешь наши шансы на победу в этом конкурсе? Есть ли? Дело в том, что ведро ставили не мы, а судьи. Поэтому я пытался отодвинуть его. Но мне сразу запретили это делать. Могли бы дисквалифицировать. Пришлось распадать именно на бочку. А потом уже получилось так в игре, что она стояла немножко дальше. Молодец. Прекрасно сработано. Ну что ж, конкурс закончен. Я напоминаю, что в нем принимали участие спортсмены всех держав. Украина, Франция, Китай и Россия. Через несколько секунд мы с вами узнаем результаты этого конкурса. Мне кажется, что наши ребята выступили очень хорошо. А все почему? Да потому что витамины, дорогие друзья. Где брать витамины на риуньоне? Очень просто надо их привозить с собой. Я очень сильно переживаю за ребят, за наших. Но я знаю, обязательно, уверена, точно, чувствую. Победим. Обязательно победим. Ребята, мы вас любим. Пальчики держим за вас. Давайте, ребят. Вперед. Олимпийский чемпион, да неоднократный олимпийский чемпион Алексей Немов. Здесь по совместительству капитан команды. Как наши отработали. Мы все это видели. Но хочется услышать то, что ты скажешь ребятам. Замечания, наставления. Я очень доволен, как ребята наши прошли. По-моему, все видели, что три раза нас сбивали. Но ребята продолжали свое дело и сделали его достоин. Единственный момент. Выклон, опять же таки, непредсказуемое животное. И мне кажется, показалось, что эльбару нужно было пораньше немножко посадить, чтобы он его не замечал сильно так. Поэтому в любом случае ребята молодцы. Супер. У тебя будет так? Края в бочке острые, поролон слетает и все. Становится как по лезвию. Стоя на вниз, когда ныряешь. И даже не спасли эти новокотники. Поэтому такие царапины вызывались над телем. Но ничего страшного. До свадьбы живем. Очередная травма у российского игрока. На сей раз у двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию Ильгара Мамедова. Бык на арене не пощадил нашего участника и оставил на его теле ссадины. В этом сезоне организаторы больших гонок сделали все для того, чтобы медицинская помощь поспевала вовремя. А с нашей командой прилетел личный врач. Ужас какой. Вот так вот. А вы говорите, что это эти большие гонки. Все по-серьезному. Все ломаются, бьются. Итак, давайте узнаем, кто набрал больше воды. Китай 68 литров. Украина 55 литров. Франция 27 литров. Россия 21 литр. Итак, итоги предыдущего конкурса вы видите на своих экранах. А они таковы. Украина 3 балла. Россия с прискорбием 1 балл. Китай 4 балла. Франция 2 балла. Таким образом, очень ровно становятся все планки перед завершающим конкурсом. О каких планках я говорю? В течение всей игры команды набирают бонусы. И планка на финальном рубеже горки поднимается на то количество баллов, сколько набрала команда в прошедшем конкурсе. После очередного конкурса с быком, общие результаты таковы. Франция 9 баллов. Украина 10 баллов. Россия 11 баллов. И Китай 14 баллов. Насколько секунд начнется предпоследний конкурс. Перед финальным испытанием наши ребята будут участвовать в конкурсе гиганты-официанты. В этом конкурсе принимают участие по 4 человека от каждой команды. Двое из них находятся в громоздких костюмах гигантских официантов. А у остальных двух в руках огромное мороженое. Задача официантов пройти через полосу препятствий, взять мороженое у товарища и первым поставить его на стол. Последние два официанта, пришедшие к финишу, из участия в конкурсе выбывают. Следующий конкурс гиганты-официанты. Он очень сложный. Костюм весит килограммов, я так думаю, 40. И в такую еще жару и влажность в нем бежать практически нереально. Кто от нашей команды, по твоему мнению, должен работать в следующем конкурсе? Егор Гребеньков, который немножко не справился с задачей с блинами. Но я думаю, что он реабилитируется в этом конкурсе. И Максим Яценко, Ирина Коржененко и Светлана Мастеркова будут помогать нашим ребятам. Несмотря на довольно позднее время, в данную минуту на острове Реюньон температура воздуха равна 35 градусам тепла. Кроме того, здесь очень сильная влажность. Период акклиматизации проходит как минимум две недели. Для игроков времени для адаптации к жестким погодным условиям не было. Именно поэтому организаторы волнуются, как пройдет конкурс гиганты-официанты. Куклы, в которых приходится находиться игрокам, весят более 40 килограммов. Их рост 2 метра 30 сантиметров. А дышать в них можно только через маленькое отверстие в область рта. При беге воздух в это отверстие попадает редко. И в условиях невыносимой влажности и жары игроку надо иметь как минимум космическое здоровье и выносливость. Ну, конкурс, поверьте мне, очень смешной. То есть я не знаю, как будет смешно тому человеку, кто будет в этом костюме, но конкурс будет, конечно, очень веселый. Как приятно, когда одевают себя, бывают, слушай, чудненько прям. Вот у нас стоит красавец тут, а. Ощущения, как в бане. Жарко действительно, да? Очень жарко. Тяжелый, да, костюм? Нелегкий. Ни пуха, ни пера. К черту. Гигантские официанты на старте. Три, два, один, побежали. Итак, дамы и господа, дана команда к началу. Несутся гигантские официанты. Я, если вы меня извините, я ничего забавнее в своей жизни не вижу. Отстает почему-то наш официант. Отстает, но идет очень четко. Здорово отстает. Но успокаивает одно, что второй наш гигантский официант в припрыжку двигается, двигается. И пока двигается на втором месте. А сейчас начинается бойня. Начинается бойня, потому что, взобравшись на крутящийся подиум, надо устоять. Устояв, нужно не упасть. Вот оно, смешалось все. Но кони, люди, это официанты, которые не могут встать. Вес, вес головы порядка 20 килограмм. Наш, наш финиширует. Но напоминаю, что у нас есть еще один официант. Последний всегда снимается с дистанции. Господи, что творится? Ира Коржаненко пытается, и Света Мастеркова пытаются поднять нашего официанта. Туда, туда. Сейчас он пройдет за моей спиной. Отойдите все. Дорогу, дорогу. Хорошо, хорошо идет. Хорошо идет. Снимают, снимают нашего и китайского официанта. На самом деле, это спорт. Как бы мы с вами не относились, с каким бы юмором, это спорт. И спорт очень тяжелый. Сейчас будет дана команда ко второму старту. Я напоминаю, что у нас в борьбе находится один из официантов. И это еще не проигрыш в этом конкурсе. Здесь можно и нужно бороться до последнего. Итак, мы ждем несколько секунд ко второму старту. Можно сказать, у нас есть такая наша черта, непредсказуемость. В этом как раз есть интерес. Я надеюсь, что все будет окей. Я напоминаю, что мы защищаем здесь не каждый свою честь. Мы защищаем честь страны в целом. Это не просто слова, дорогие мои. Приходится отстаивать позиции целой державы. Я могу сказать, что очень смешно. Этот конкурс один из самых смешных. Вот, так что стоит, посмотрите. Пока готовятся спортсмены. Я несколько слов, это запрещено. Но я несколько слов задаю Ире Коржаненко. Тактика, твоя личная тактика вот здесь. Но мне самое главное не пропустить моих этих самых дополнительных официантов. И самое главное, как-то помочь навредить основным официантам, чтобы наш сумел пройти первым. Все готовы ко второму старту? Внимание, начали! Итак, старт. Да, Максим Яценко. Прекрасно. Набирает скорость и несется. Но прибежать первым, это еще полдела. Главное, главное, не потерять потом, не потерять равновесие, влезая на крутящийся подиум. Давай, 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 давай! Ай-яй-яй, он падает, падает, но встает. Какая воля к победе. Боксер Максим Яценко двигается к финишу. Максим Яценко падает. Теперь важно встать. Важно встать и идти, пока он первый. Он первый, и я надеюсь, его уже не догнать. Молодец. Молодец, Максим Яценко. Блистательная работа нашего дуэта. Ирина Коржаненко и Максим Яценко. Это хорошая заявка на победу в конкурсе. Ой, я просто никак не совладать с большой башкой французу. Игра закончена для француза. Итак, будем ждать команды к следующему старту. Гигантские официанты на старте. Три, два, один, побежали. Максим Яценко, боксер, вновь пытается вырваться вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, какое нарушение правил против нашего спортсмена. Гигантский официант из Украины наступает. Просто наступает на ноги нашему спортсмену. Это правилами не запрещено. Но, что называется, не расставляй свои ласты. А вот теперь начинается самый сложный этап дистанции. Надо вскарабкаться на крутящийся подиум и получить свое мороженое. Стоит в стойке, просто как лань Ира Коржаненко. Заваливается Максим Яценко. Ира ему помогает. Сейчас, сейчас надо взять мороженое и двигаться. Двигаться к месту, где можно слезть с этого крутящегося подиума. Давай, катись, катись. И он вновь. Он катится, катится и падает с подиума. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как трагично складываются события для нашего спортсмена. Для всех спортсменов. Но для нашего, поскольку мы болеем за нашего спортсмена очень и очень сильно. Рука где-то за головой. Не встать, не встать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Встает. Встает и начинает двигаться к финишу. Какой молодец. Какая воля к победе. Ломает мороженое. Подворачивает руку. Встает. Встает и идет. Ноги в растопырку. Руки висят. Молодец. Яценко двигается к финишу. Двигается к финишу. Очень хорошо. Мы не сняты. А с дистанции мы будем продолжать борьбу. С дистанции снимаются французы и украинцы. У нас большая проблема. Наш игрок Максим Яценко практически теряет сознание. С нашего игрока снимают костюм. Партия скажет, конечно, пойду. Нет, никто не скажет. Тяжелейшая ситуация. Блистательно отработал наш боксер Максим Яценко. Но, видимо, продолжать марафон в этом огромном костюме, видимо, ему уже не придется. Организаторы турнира просят подойти сюда четырех капитанов всех четырех команд, чтобы только они приняли решение. Мастер спорта по боксу Максим Яценко – один из самых подготовленных спортсменов. Его ежедневные физические нагрузки составляют четыре часа. Сила удара – 460 килограммов. За время спортивной карьеры Максим выдержал 38 боев, а в 25 смог победить нокаутом. Представляете, какие условия на острове Реюньом, что такой спортсмен, как Максим Яценко, потерял сознание. И все-таки он сделал невозможное. В костюме 40-килограммовой куклы, нажарев 35 градусов, Максим смог пройти конкурс до конца. То есть это не шутки, это, не знаю, надо что-то как-то конкурс менять. Или делать забег, кто первый пришел, и все, на этом заканчивать это состязание. Потому что, ну, это правда, так можно, извиняюсь за выражение, остаться на этом острове. Из-за того, что у большинства игроков, из-за вот такого жуткого климата, случился коллапс со здоровьем, никто не может продолжать гонку, результаты присуждаются по последнему забегу. И мы заняли второе место, первое китайцы. Так что Максим для нас выиграл 3 очка. Давайте поаплодируем. Максим Яценко, герой этого конкурса, и мы гордимся, что такие люди принимают участие в играх больших гонок. Итак, дамы и господа, результаты прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Украина 2 балла, Россия 3 балла, Китай 4 балла, Франция 1 балл. Стало быть, по итогам всех прошедших конкурсов, баллы на финальном рубеже горки складываются следующим образом. Перед финальным конкурсом результаты таковые. Франция набрала 10 баллов, Украина 12, Россия получила 14 баллов, и Китай 18 баллов. Это финальные баллы. Здесь больше ничего прибавить нельзя. Именно с этих рубежей начнут команды стартовать в гору. В финальном конкурсе горки, трем представителям от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину горки. Напомним, что благодаря очкам, заработанным в прошлых конкурсах, стартуют участники с разных позиций. Представители команды, которые придут к финишу первыми, принесут победу всей своей команде в сегодняшней игре. Нет, я думаю, теперь уже дело просто принципа надо на последней вот именно рывке, на этой шведской стенке, или горки, как это назвать правильно, просто вырвать победу в честь просто предыдущего конкурса. Трагично складывалась ситуация для нашей команды. Впереди финальный рубеж. Тренер команды Ольга Слуцкер, кто заявлен на финал? Все три спортсмена, три гимнаста. Знаменитый Орехенимов. Он будет добивать? Он будет добивать, он стартует первым. За ним идет мастер спорта Кирилл Жинкин. И последним уже идет Борис Станогин. Оль, спасибо большое, не переживай так, я вижу, что ты очень переживаешь за наших спортсменов. Я ужасно переживаю, я ужасно переживаю. Я так хочу, чтобы они победили. Но все, что мы можем сделать, отдачим свою энергию, свою любовь и за них поболеть. Итак, дается команда для участников, для спортсменов занять место на старте. Наверное, это самый волнительный момент для всех представителей всех команд. Занять позиции. Я напоминаю, что олимпийский чемпион Алексей Немов от нашей страны будет начинать финишировать на рубеже горки. Вы видите за моей спиной, как спортсмены абсолютно молча, абсолютно сосредоточенно начинают подъем. И так занимаются позиции. Через несколько секунд будет дана команда старту. Внимание! Три, два, один, начали! Финальный старт. Там прекрасно, прекрасно свою дистанцию проходит Алексей Немов. И практически настигает китайского гимнаста. Теперь во многом будет зависеть, как, как подхватят эстафету наши ребята. Пока вырываются вперед, но еще очень-очень можно изменить ситуацию. Нет, наверное, наших уже не догнать. Ни секунды, ни секунды не нарушают правила наши спортсмены. Наших уже не догнать. Дамы и господа, мне приятно, что именно я сообщаю вам, что в этом поединке мы безоговорочно первые. Немов, он и в Абрике Немов. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Вперед, большинство с командой. Молодцы, молодцы. Вот они на ваших экранах герои, которые выдернули победу у сильнейших соперников. Франца, Украина, Китай. Сегодня мы лучшие, сегодня мы первые. Такая команда, такие красавцы, такие умницы. И сообразительные, и сильные, и красивые. Хордость, радость, сопричастность к такой компании. На самом деле, молодцы ребята, молодцы, большие молодцы. И что мы можем сказать? Мы гордимся вами, и вся страна гордится вами. И так, дамы и господа, сегодня российская команда стала первой. Команда, знай наших, состоящая из звезд спорта, доказала, что у этой страны неисчерпаемый потенциал. Казалось бы, равные соперники, но мы сделали все, что могли. И даже немного больше, я напоминаю, что это большие гонки, это Первый канал. Мы поздравляем Россию с победой. Меня зовут Дмитрий Надеев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Россия первая. Давай, красиво, давай, давай. Давай, Россия, давай, 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 красиво, давай, давай. Гоу-гоу-гоу, все выиграют в гонки, в большие гонки. Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка. Гоу-гоу-гоу, победа будет громкой. Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка, в большие гонки. Следующую субботу в больших гонках сразится команда 9-я рота. Настоящие воины сделают все для того, чтобы победить. Алексей Чадов, Артем Михалков, Иван Кокорин, Сослан Хидаров сразятся с быками. Попытаются пронести ведра с водой через полосу препятствий и построят мост для влюбленных. А помогать им будут актрисы Екатерина Гусева, Анна Банщикова, Даша Мороз и певица Светлана Светикова. Смотрите большие гонки только на Первом канале. Субтитры подогнал «Симон»!